Постановка руки, звукоизвлечение, какие-то вопросы фразировки. Да, это, конечно, очень важно, но любезно я. А как правильно вообще сидеть за инструментом? Вы задумывались? И, возможно, совершали уже даже какие-то ошибки. На официальном канале PianoBuy мы эти ошибки рассмотрим и подскажем, как сидеть за инструментом правильно. На примере вот этой самой любимой тушки Макса Ивашина. Здравствуйте! Неправильная позиция за инструментом влечет к, врачебным языком выражаясь, музыкальной недостаточности. То есть какие-то пассажи сложные вы просто не сможете сыграть технически. Что-то у вас не получится, опять-таки, по фразировке, по мелодике и так далее. И, кроме того, вам просто будет неудобно заниматься, вы начнете быстро уставать, что, опять-таки, снижает мотивацию. В самых крайних случаях неправильная посадка за инструментом может даже спровоцировать проблемы со здоровьем. Что-нибудь с позвоночником, какие-нибудь, я не знаю, радикулитные проявления и так далее. Тем более мы будем советовать, как это делать правильно. Начнем с того, на чем, собственно, сидят. Самая правильная вообще образцовая позиция – это сидеть вот так вот. То есть, извините за физиологические подробности, но вот где заканчивается ягодица, начинается бедро, вот это ваш край сидения на банкетке. Можно сесть, я говорю о взрослых сейчас, можно сесть немножко глубже, немножко, кому как удобно. То есть, ну, где-то 10, может быть, даже 15 сантиметров свободного пространства и вариаций у вас есть. Что касается детей, короткие ножки не вырастут еще пока, поэтому им максимально важно сидеть очень близко для того, чтобы, ну, уже с младших классов школы доставать до педалей. Не сидим вот так. Глубоко не сидим. Позже объясню, почему. Вторая ошибка, которую многие на самом деле не осознают, потому что просто ней контролируют. Это поза тираннозавра. То есть, локти прижаты вот прямо к телу, к ребрам. Почему? Потому что плечи, так же называются вот эти вот части рук, да, плечи у вас остаются неподвижными и мешают вам, собственно, двигаться всем телом, работают только вот эти предпилечья, вот эти ручки. Показываем, как правильно. Дело в том, что при игре на фортепиано, на настоящей полновзвешенной клавиатуре, работают далеко не только руки. Работает, в общем, весь корпус. То есть, у вас должна быть возможность корпусом перемещаться в сторону, собственно говоря, ту, где происходит акцент в музыкальной ткани, где самое важное место по драматургии. Если же мы совершаем ошибку и придерживаемся позы тираннозавра, то есть, локти прижаты, то у нас получится... Да, в общем, вообще у нас ничего не получится. Ну, то есть, играть мы как-то можем. Но у нас нет ни свободы, ни правильной динамики. Еще раз. И То есть, однозначно, тело, ваш исполнительский аппарат, он должен дышать, он должен чувствовать себя свободно. И вот здесь мы возвращаемся к вопросу про не сидеть глубоко. Сейчас покажу. То есть, в наиболее экспрессивных моментах исполнения вам даже нужно приподнимать себя полностью с банкетки, табуретки, стула, где вы сидите, неважно. Вот. Вот прям так. Вот. Именно поэтому у вас должна быть свобода корпуса и не сидение глубоко. И еще один момент, который однозначно следует учитывать, это высота вашего сидения, то есть, высота расположения ваших рук в районе клавиатуры. Локти не обязательно должны быть параллельно земле, то есть, у меня они слегка приподняты, да? Могут быть и параллельно, как вам удобно. Самое главное, чтобы вам не сидеть, ну, я приподнялся, но вы понимаете, чтобы вам не сидеть вот так, и, соответственно, выламывать кисть. И не выламывать так же кисть в другую сторону. Ну, сейчас. Играю вот так. Для клавишников, то есть, исполнителей, которые именно стоят на сцене, да, за инструментом, есть определенный лайфхак. Вот сейчас я поднимаюсь, и получается, что играю вот так вот стоя. Позиция рук, ну, сильно неправильная. И руки устают, и... Ну, в общем, не то, не то. Вам нужно ваш инструмент вместе со стойкой приподнять, то есть, подставить под стойку какой-нибудь, ну, я не знаю, кофр, кейс, что-нибудь жесткое, чтобы руки были, опять же, где-то вот тут. Субтитры создавал DimaTorzok Если же приключилась такая незадача, что ваш стул, кресло, табуретка не подходят по высоте под ваш инструмент, ну, правильно, потому что это... Стул должен подходить под инструмент, а не наоборот. Это же не женская шляпка. Короче говоря, отталкивайтесь от высоты инструмента. Всегда есть, даже у маленьких музыкантов, ну, точнее, у их родителей, всегда есть замечательный, очень простой лайфхак. Берутся толстые книжки, толстые ноты и подкладываются на нужную высоту. То есть, оп, оп, вот так вот приподнялись. Высокий стул, соответственно, поставили ниже. То же самое, между прочим, касается у детей и положения ног возле педали. Есть маленькие такие вот подставочки, с которой ребенку удобнее нажимать на любую из педалей. Очень во многом решить проблему неправильной посадки за инструментом, то есть перевести ее в правильную, помогут регулируемые по высоте банкетки. Их в салоне PianoBuy обширный ассортимент, равно как и цифровых фортепиано и других инструментов. Мало того, некоторые наши пианино, торговые предложения уже включают в себя банкетки. То есть инструмент идет в купе банкетки. По поводу любых ваших желаний, хотелок, нужд, необходимостей в цифровых пианино и других музыкальных инструментах, обращайтесь в салон PianoBuy. Наши специалисты всегда окажут самую квалифицированную помощь. А на этом будьте здоровы и успешны!